Мы определяем положение плода, в данном случае оно продольное, позицию плода и вид. Александра Антипова учится на третьем курсе медколледжа. Победа в Олимпиаде дала ей шанс выйти на региональный чемпионат WorldSkills. В таких масштабных соревнованиях она примет участие впервые. Уверенность, конечно, есть, потому что эти манипуляции отрабатывали уже очень много раз. Но в то же время есть и волнение, потому что не знаешь до конца, к чему быть готовым, что тебя там ждет, и узнать ты это сейчас никак не можешь. Акушерское дело в этом году впервые входит в чемпионат профмастерства. В новых дисциплинах участники традиционно соревнуются вне конкурсной программы. Это своего рода тестовый режим для организаторов и студентов. Александра отправится в Якутию уже завтра, но какими именно будут задания, пока не знает. Есть, понятно, правила проведения этого конкурса, есть задания, но подготовиться как бы нет конкретных, что конкретно чему-то подготовиться. То есть участник, будущий специалист должен знать очень много, исходя из физиологического, патологического акушерства и гинекологии. Поэтому на конкурс и выбрана студентка третьего курса. Еще одна студентка медколледжа Анастасия Бородинская в этом году вышла на всероссийский этап WorldSkills по компетенции «Медицинский социальный уход» и одержала победу. Сейчас готовится к участию в международном этапе в Шанхае. Недавно вернулась со сборов в Казани. В Казани выделено было три участника. Двое с Казани и я, как с Хабаровска. И один участник уже выбыл. Нас осталось двое. И среди нас тоже сейчас приходит отбор, кто все-таки будет выступать в Шанхае. После каждой тренировки, тренировка у нас проходит три недели, после нее либо отсев происходит, либо если наши результаты, например, по истечению тренировок наравне, то мы остаемся и тренируемся дальше. На следующий этап тренировок Анастасия Бородинская отправится в феврале. От этих сборов зависит, будет ли Хабаровский край представлять Россию на международном чемпионате молодых профессионалов. Соревнования в Шанхае пройдут в октябре 2022 года. Игорь Сукачев, Степан Крокус. Смотри Хабаровск.